Ламена вас всех приветствует, дорогие друзья, с вами Эл, и мы продолжаем прохождение Horizon Zero Dawn. Так, намечается битва с нашими коршунами, да? Вот и они летят. Надо сбить им все компоненты. Вот так, это хороший выстрел был. Надо по одному сбивать. Вот, хорошо, один уже готов. Следующий. Ох, вот это тоже хороший выстрел был. Еще коршун? Что-то их не слишком ли много? Сейчас он должен упасть. Давай, падай. Вот теперь можно его и добить. Ох, хороший выстрел. Вот мы и справились с этими коршунами надоедливыми. Мы молодцы. Ну, с этими разобрались. Но прилетят другие. Воины из утреннего дозора уже перестали с ними бороться. Они летят сверху в реки. Я могу найти их логово, но если... Снова нападут. Я постерегу, а ты иди. Ты же хотела охотиться вдвоем. Ты и без меня справишься. Тенчик вырос. Меня отпустили в свободный полет. Найдем логово этих коршунов, где они обитают. И почему они вообще летят сюда в деревню и мешают мирным жителям. Это нам тоже предстоит разузнать. Мне бы полога бы добыть. О! Артефакт прямо здесь. Металлический цветок. Модель 2С. Это у нас коллекционка, которая необходима для... ...обмена на какие-то прикольные приколюхие плюшечки. Поэтому собирать, естественно, необходимо. Так, мне нужны немножечко веточки. Потому что у меня уже закончились материалы для создания стрел. Немножко пособираем. Чтобы был запас. Хорошо. Мы сейчас его сразу же... ...застанем врасплох. Вот это хорошо. Ты кто? Ты тоже коршун? Очень странно, почему коршун там сидел. Он доедал, что ли, кого-то? Мы тебя, значит... ...вот так вот и загасим. Ладно, хоть и умер. Так, кого ты там доедал? А что тут так много? Это же щелкозубы. Их прям огромное количество здесь лежит. Они явно сами, наверное, не погибли. Их кто-то убил? Вы смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять. Это же вообще кошмар. Много их, много. Смотрите, это просто... Я не знаю, что произошло. Кучами просто лежат. А, кстати, интересно. Эти коршуны, что, питаются металлом, получается? Раз они слетелись на... Или у них повадки такие, как у животных? Доедать падаль. Ну, этих легко будет выследить. Вот и следы. Сейчас как раз-таки мы и узнаем, кто стоит за всем этим безобразием. Прям какой-то аванпост. Просто так не пробраться. Меня прислали жители деревни. Из-за этого вашего побоища к ним повадились коршуны. Да? Ну, а у нас тут свои проблемы. Если не наберем достаточно сердец и не вернем долг. Лишимся всего. Я не поняла. Я влез в долги, чтобы купить семена. Урожай был плохой, и теперь с меня взыщут долг. Отберут ферму, наш дом. Я вам сочувствую. Но из-за ваших действий на деревню нападают коршуны. Не мое дело. Никто отсюда не уйдет, пока я не получу свое. Никто? Тупертый. А ты, видать, наша предводительница, да? Ты же не думала, что нас тут двое? Драка никому не выгодна. Наверняка ведь мы можем найти какой-то компромисс. Мы уже давно собираем сердца щелкозубов. Нужно еще всего одно, и я смогу заплатить долг и спасти наш дом. Если я добуду сердце, ты обещаешь, что уйдешь? Соглашайся. А то и Баше и так досталось. Ладно, хорошо. Нам это нужно. Это будет первый и последний раз. Подождите меня тут. Сейчас сгоняем. Еще за одним сердцем. У меня разве сердец там не было? Я же щелкозубов убивал. Или обязательно надо пойти и по квесту убить щелкозуба. Потому что так не считается. Наверное, это поэтому так. Где у нас щелкозубы обитают? Ну, здесь неподалеку. Вот их логово. Мне бы как бы, наверное, хорошенько было бы просто их убить. Вот эти сейчас тоже будут мешаться. Может, сначала их убить? Ага, он меня еще убьет сейчас. Да, будет непросто. Попытаемся как-нибудь вот так. Бодается еще, брыкается что-то. Эда, нападай. Нападай, нападай. Вот молодец. Этого-то я и ждал. Да, просто так его не пробежь. Наверное, надо все-таки компоненты позабивать. Эх, не успею. Так, не быкуй. Этого-то давай не атакуй. Эх, ты зараза. Я заберу сердце и убегу. Мне больше ничего не надо. Дальше сам занимайся там своими делами. Все, я пошел. Этого-то, до свидания. Чего я буду париться второго еще убивать? Вот я еще тут компоненты добуду. И можно будет уже спокойно убегать отсюда. Ну, конечно, я понимаю то, что он злится. Что его, возможно, возлюбленную... А, ты там решил за нами все-таки погнаться? Ну, а и ладно, не буду ее добивать. Вот ваше сердце, валите отсюда нафиг. На, вот сердце. Теперь вы уйдете? Договорились же. Я смогу вернуть долг. Теперь мы уйдем. Хорошо. Прощайте. Давайте. О! А ты уже тут? Ну что ж, неплохо. А ты способна за себя постоять. А то? Ты что, за мной наблюдала? Конечно. Таркас. Да хранит его солнце. Учил многому. И первый урок был. Ястреб не бросает дрозда. Постой. В смысле... Хотела бы взять тебя в ученицы. Поохотимся на машины, набьем трофеев, сместим Асиса. Согласна. Я вернусь в дом, как только смогу. Вот ты нас теперь взяли под крылышко свое обучаться. Так, вернуться в дом. Так, что у нас еще по квестам интересненько есть? Нам нужно добраться до поля павших. Так, комплект. Путешествие. Быстрый комплект. Надо создать. Даже три штучки создадим, чтобы этим потом не заниматься. И я думаю, уже... Мы телепортируем все сюда и пойдем по основному квесту. Надо как раз таки его переставить. Встретитесь с Сирендом на Красном Перевале. Как раз утречка, красота. Что это такое? Интересная деталь. Твой подарок. Текстовое сообщение. Какое-то интересное сообщение нашел. Потом на досуге почитаю. Где Рен? Он в беде. Ага. А этих мы быстренько сейчас выщелкаем. Вот и все. Спасибо за помощь. Да, не за что. Ты же знаешь, я всегда готов прийти тебе на помощь. Иди сюда, поговорим. Да подожди, у меня тут важное задание. Мне нужно собрать компоненты. Это очень ответственная миссия. Ну давай, чего ты ждешь? Да подожди, я занят. Не терпится ему. Ты же тут бой не устроил. Надо прибрать за собой. Не хочешь разговаривать? Хочу. Просто потерпи немножко. Вон ты сколько всех побил. Слушай, поговорить надо. Я понимаю. Давай еще что скажешь. Чего последний. Давай теперь поговорим. Как ты оказался тут один? Где твои люди? Не хочу, чтобы они рисковали. Если погибну сам, пусть, не жалко. Но только не они. Прости, что тебя в это втянуло. Да брось. Для меня это обычное дело. Ну, убийц выслеживать, машины ловить. Да? Что же тогда необычное? Ну что, начнем? Расскажи, что произошло с Эрзой. Давай по порядку. Никто не знает. Она ушла среди ночи, взяла с собой лучших бойцов. Лучших? А тебя что, нет? Нет. Я выпивал. Может, она решила... Но не знаю, что не справлюсь. На следующий день патруль обнаружил их мертвыми. А рядом тела тросов из Карха Тьмы. Была засада. Карха Тьмы — это звери. Они так ее избили, что хоронить придется в закрытом гробу. Мне очень жаль, Рэнд. Ну, когда я найду тех, кто это сделал, они тоже пожалеют. А есть предположение, куда она пошла среди ночи? Нет. Явно дело срочное. Сообщение об угрозе, что-то о Карха Тьмы. Не знаю я. Ну, почему они это сделали? Они нас ненавидят. И больше всех Эрзо. Она помогла Аваду выбить их из меридиана. Два года они зализывали раны. И вот дождались возможности отомстить. А сам-то ты как? Я трезвый, так что плохо. Ну, зато голова у тебя ясная. Это ненадолго. Я пойду опять накидаюсь, да? Ладно. Покажи мне, где погибла Эрза, и я сделаю, что смогу. Иди за мной. Давай, веди. Посмотрим, что там произошло. Зачем она забралась так далеко? Не знаю. Это странно. Это земля, Карха Тьмы? Нет. Сунувшись в теснину, они нарушили перемирие. Уже рядом. Пришли. Здесь была засада. Наши бойцы все осмотрели. Ну, может, это твоя штука даст какую-то зацепку? Уже давай. Я должен найти этих ублюдков. Броня племени Карха Тьмы. Словно тут кого-то тащили. Разбросанные стрелы. Еще есть какие-то зацепки? Пока больше не вижу. Здесь что, протащили труп? Что ты видишь? Тут прямо дорожка. Кровь будто капалась чего-то вроде телеги. Видишь? След колес. Трупы явно сюда привезли и разбросали по полю. Какое в этом смысле? То есть этих людей убили где-то, где-то еще. Но зачем Карха Тьмы их притащили? Ты знаешь, я уже не уверена, что это дело рук Карха Тьмы. Ой, да брось ты. Ну, идем по следам и посмотрим. Значит, кто-то нарочно хочет кого-то подставить. Либо же хочет замести какие-то следы. Только такое объяснение есть. Тут прямо вон капли крови стекали, видимо, с этой тележки. Значит, там был не один труп. Их было очень и очень много. Понимаю, за что ее убили. Но зачем эти фокусы? Да, загадка. Но мы ее разгадаем. Тут уже животные эти механически разбросаны. О, древние обломки. Еще одна коллекционочка. А вот и телега. Это не Карха Тьмы. Это наши. Это Озерам. И вы всегда так добры друг к другу. Вот такие мы метки. Ну, почти метки. Похоже, что приманка. Готовься. О, нет. Ток не он. Да, блин, они из меня сожрут сейчас. Во. Это другое дело. Старая тактика. Во. Ха-ха-ха, хорошо. Так, один готов. Так, с тебя что-нибудь выпала? Какая-нибудь пушка? Очень жаль. Вот мне вот эту пушку бы, тебя бы содрать. Было бы неплохо. Сейчас мы тебя твоим же оружием. Во. Это другое дело. Озерам. Не Карха Тьмы. Как видно, я ошибся во всем. Как всегда. А ну-ка. Глянь своим третьим глазом. Я должен узнать всю правду. Сейчас. Как бы эта правда была бы не горькой. Сколько крови. Это оружие авангарда. На это можно поставить оборудование. Как много людей здесь перебили. Да и крови много. Прям не от брони. Перерезаны ножом. Камень с пятном крови. Крови на нем нет. Люди Эрзы не оборонялись. Вон. У треноги. Разряженная батарея. Это интересно. Камни прямо раскрошены. Что-то ударило по этим камням. Что-то необыкновенно мощное. Ну с каким-то зарядом пуляли. Раз батарея валяется. Это шлем Эрзы. Очевидно, она погибла не внизу, а здесь. Все эти фокусы. Зачем? Чтобы просто меня помучить. Есть одна идея. Но это лишь мои домыслы. Пока твои домыслы были достовернее всех фактов. В общем... Думаю, Озерам атаковали отряд Эрзы новым оружием. Оно стояло вон там, на треноге. И оно испускает волны силы, может, звука. Они раскрошили камень. Думаю, людей он не убивает, а парализует. Отряд Эрзы уложили вот здесь. И там их добивали, да? Без боя. Зачем парализовать тех, кого потом все равно прирежешь? Чтобы что-то скрыть. Смотри, камень в крови. Этим камнем разбили Эрзи лицо. Или кому-то другому. Гляди, ремни перерезаны. Как будто броню с кого-то сняли. Не может быть. Ее тело покоится в Меридиане. Я же сам видел. Ты говоришь, ее изуродовали. А если это вообще кто-то другой ее роста, одетый в ее броню? И так избитый, что невозможно опознать. И это не Эрза. Вернись в Меридиан. Посмотри на нее еще раз. Может, я ошиблась. И это Эрза. Но если нет... Возможно, она еще жива. Я, я иду. Найди меня как сможешь. Кто их знает? Кто их знает? Так, пойдем заодно квестик сдадим. И потом пойдем уже... Разузнаем, действительно ли это его сестра. Или это же все-таки не его сестра была. Вот будет интересно, если это не его сестра. А кто-то специально так подстроил. Чтобы подставить кого-то. Либо для каких-то иных целей. Я не знаю. Довольно странно. Здравствуй, Элой. Меня зовут Марат Безгрешный. Идем со мной. С тобой хотят посоветоваться по важному делу. Что это значит? Где Эрэнд? Внутри. Он у короля солнца. И нам нужно туда как можно скорее. Прошу за мной. Все эти люди пришли к королю? Да, и каждый будет просить о милости. Что уж делать, такова политика. Король желает взглянуть на тебя. Укоротительница машин, которая подмечает все детали. Это так интригует. Я не хочу интриговать. Поздно. Ты так долго плетешься? Можно же ходить быстрее. Ну, давай поторопись уже. Не проще, наверное, со мной добежать. Ерунда. Аристократы, как дети малые, которые вечно ноют. Я правильно пришел? Или нам сюда? Самое главное, что он не такой... Да вот же стоит король. Думаю, ты так ждешь его весьма разумным. Та самая лой, что может видеть незримое. Я рад. Ты оказала мне большую услугу. Эрэнд, расскажи ей. Я посмотрел на тело, и это не Эрза. Не хватает шрама под правым коленом. Это мы с ней в детстве подрались за деревянный меч. Если в броне Эрзы другой человек, она может быть жива. И я ни за что не брошу ее. Выходит, что ее похитили. Но вот кто? Есть предположение. В Азерам у Эрзы есть враг. Человек по имени Дервал. Ну нет. За Дервалом охотились все кланы-жилы. Он наверняка уже мертв. Больше ни у кого в Азерам нет ни мотива, ни способности придумать такую ловушку. Не удивлюсь, если он прячется в пограничных землях. Я уже отправил агента на поиски. Он ждет распоряжений на рыночной площади в Смоленом Утесе. Войска у границы могут спровоцировать Азерам. Но если отправить лишь Авангард, и одну талантливую девицу из племени Нора. Эрэнд, Марат, пока оставьте нас одних. Неловко просить после всего, что ты сделала. Но для меня это исключительно важно. Я вижу, Эрза была дорога вам. Если бы не Авангард Азерам, я бы не смог освободить Меридиан и положить конец тирании моего отца. С тех пор мы всеми силами поддерживаем мир между нашими племенами. Это непросто, но Эрза знает подход к своим. Именно поэтому я должен вернуть ее. Скорее. Кто такой этот Дервал? Чтобы понять Дервала, нужно знать, кем был мой отец. Он на самом деле считал себя солнцем. Его разум был искажен. Он считал, что кровавая жертва – ответ на любой вопрос. И добывал жертвы в других племенах. В основном в Азерам. Дервал оборонялся. Он вооружил свой народ просто до зубов. А мой отец ответил ему еще большей жестокостью. Он схватил жену Дервала и дочь и принес в жертву в круге солнца. Маньяк прям какой-то. Но почему Дервал так стремился похитить Эрзу? Она предала его. Эрза была его соратницей, пока не узнала, что он задумал перерезать всех жителей Меридиана. Она пришла ко мне. Мы помешали Дервалу и спасли город от моего отца. С тех самых пор Дервал тратит все силы, чтобы отомстить соплеменникам, поддержавшим меня. Он завел себе столько врагов, что я считал его мертвым. Я ошибся. Я хочу узнать побольше о Доме Солнца и его политике. Ну, конечно. О, не. Больно долго. Мне надо идти. Знаю. Что ж. Говорят, король не просит. Но умоляю. Найди Эрзу. Кто говорит? Например, Марат. Кстати, если нужна помощь, обратись к нему или к Эренду. Вот так вот все это произошло. Вот это поворот событий. Ну что ж, дорогие друзья. С вами я готов попрощаться. Всех обнял и увидимся с вами в следующей серии прохождения Horizon Zero Dawn. Удачи, до новых встреч. Пока-пока.